Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о своем заказе в компании Фаберлик 16 каталога 2015 года. Первый раз взяла попробовать вот такой вот шариковый дезодорант антиперспирант. Заранее извиняюсь за освещение. Защита 24 часа с морскими минералами. Очень большой плюс этого дезодоранта в том, что он не содержит спирта. Объем 50 мл, он достаточно маленький. Вот его код. Обычный такой вот ролик маленький. Аромат очень приятный. Я вот даже не могу вам описать, чем он пахнет. Ну вот что-то такое морское, легкое здесь точно присутствует. Так, его минусы. Конечно, небольшое потоотделение, то есть если нет особых нагрузок, ну часа где-то два он предотвращает лично у меня, потом все, он уже перестает действовать. То есть он совершенно не защищает, по крайней мере меня. Ну для тех, у кого с потоотделением все в порядке, для зимы, когда активность наша невелика, в принципе, такой дезодорант можно попробовать. Но он не для меня, опять же. И второй его минус, это то, что он долго сохнет. Наверное, минут 5 точно. Поэтому, в общем, я себе больше брать его не буду. Но аромат очень прекрасный. Мне он очень понравился. Второе средство, дом Фаберлик. Я знаю, что многие покупают, многие хвалят. Это средство для очистки духовок и плит. Активная формула, блестящий результат. Удаляет жировые пятна с плит, из металла и керамики. Духовок, грилей, решеток, газовых горелок. Здесь 500 мл. Это очень большой бутыль. Так, плюсы. Во-первых, это крышечка. То есть здесь отличная защита для деток. То есть ее нужно вот так вот нажимать вниз, проталкивая. Только после этого она откроется. Это огромный, конечно, плюс, у кого маленькие детки. Второй плюс – это аромат. Практически он нейтральный. То есть ничего плохого в аромате я не заметила. И третий, конечно же, плюс. Я, наверное, поближе вам подвину, чтобы вы смогли прочитать. Недели две не мыла свою духовку после того, как запекала там курицу. Естественно, жир, вот эти вот все брызги, все это прилипло к стенкам, к самой дверце. И я вот специально ждала, когда закажу и испробую это средство. И вы знаете, удивительно, я оставила минут на 30, намочила эти все места вот этим вот средством. И потом, в общем-то, с легкостью все отошло. Поэтому я очень довольна, потому что другими чистящими средствами это как-то более проблематичный процесс, более трудоемкий. Так, дальше. Взяла по акции вот такую вот тушь. Так, она 129 рублей, по-моему, стоила по ценам каталога. Она удлиняющая или объемная? Объемная, судя по всему. Тут такие вот золотистые вставочки. Тушь черная. У нее достаточно большая щеточка. Вот она. И вот здесь к основанию щетинки сужаются. То есть они становятся поменьше. Ну, что я могу сказать? Тушь, в общем-то, для такой цены очень даже хорошая. Потому что, во-первых, чем она мне понравилась, реснички, она захватывает почти все. Это, конечно, огромный плюс. Второй плюс, то, что на щеточку попадает ровно столько туши, сколько нужно моему глазу. То есть ни больше, ни меньше. Излишки я, в общем-то, не убирала. Она приподнимает реснички, делает взгляд более выразительным. Так, что еще из плюсов? Ну, в общем-то, все... А, она не осыпается. Ну, единственное, что мне не понравилось, это очень тяжело прокрасить у внутреннего угла глаза. У внутренней стороны. И нижние реснички тоже немножко тяжело прокрашивать, поскольку щеточка большая. И вот проблематично. А так все хорошо. Она не осыпается. В общем-то, в течение, сколько, полдня я ее носила, она держится отлично. Все за такую цену, опять же, повторюсь, очень даже хорошая покупочка. Итак, взяла. Сейчас это актуально также. DD спрей для волос. Прикорневой объем, без утяжеления, в течение всего дня. Здесь 120 миллилитров. Я пробовала себе уже делать укладку. Действительно, волосы приподнимает, держит укладку, создает также небольшой совсем объем и немножечко глянцевый отблеск придает волосам. То есть, есть такое явление. Так, что тут нам еще пишут про него? Легко расчесывается, счесывается и смывается. Да, вот с ним, когда на влажные волосы его нанести, волосы немножко полегче расчесываются. Не склеивает волосы? Да, волосы тоже не склеивает. Ну вот, не знаю, как насчет ломкости волос. Насчет того, что защищает волосы при температуре до 220 градусов. Насчет этого ничего сказать пока не могу. Но для укладки, для объема, в общем-то, неплохое средство. Сынули взяла вот такую вот чудесную бутыль Астронавтик. Гель для купания от макушки до пяток для детей. Я посмотрела, у них в основном все средства идут от 3 лет. Это вот одно из единственных, идет с нуля. Ой, как мне понравился аромат. Вы знаете, он мне что-то напоминает из детства. Но я вот даже не могу понять, что. Какой-то вот ностальгический просто аромат. В общем, понравился аромат, но пока мы его еще не пробовали. Объем я вам не сказала. Так, 250 мл. Ну, в общем-то, неплохо. Я думаю, будет хорошим это средство. Так, взяла у меня все проблемы. Никак не могу себе найти что-то для снятия косметики с глаз. Вербена, очищающая молочко для всех типов кожи. В общем, пробовала я на глаза его наносить. Ну, косметику снимают, в общем-то, неплохо. Но глаза мои по-прежнему щипят и слезятся. Поэтому с лица снимать косметику можно, очищать лицо. А для глаз оно мне тоже не подошло. Написано, что против 7 возрастных изменений. 150 мл. Ну, в общем-то, неплохой. Неплохое молочко. Ну, посмотрим. Я еще пока только один раз им воспользовалась. Толком я его еще не поняла. Так, шли по акции гели. Два геля, каждый за 85, если я не ошибаюсь, рублей. Тоже взяла впервые. Так, вот такие вот два гелика. Первый это турецкая ривьера, морской бриз и зеленые сосны. Аромат действительно такой морской, он свеженький. Ну, вот я зря их, наверное, взяла. Вот, потому что именно по ароматам эти гели больше, скорее всего, к лету подходят. Вот. Ну, вот этот гель я, судя по аромату, должен быть бодрящим, должен бодрить. Он немножко подороже, чем в Эйвоне, но здесь и объем побольше. 310 мл. В общем, посмотрим, как он раскроется в душе и что и как. Ну, до лета, конечно, он не доживет, потому что я его уже открыла. И срок годности здесь 8 месяцев. Так, а второй гелик я уже успела попробовать. Это ликующая Бразилия, розовый перец и цветок каштана. Так, аромат в баночке достаточно выразительный, очень интересный. Но, как бы, в душе, в ванной он куда-то улетел, просто пропал. То есть, он стал совершенно безликим и еле-еле уловимым сам аромат. А гель в целом неплохой, он хорошо пенится, он отлично смывается, кожу он не стягивает. В общем, на кожу он воздействует хорошо. Ну, вот, конечно, нету ярко выраженных ароматов. Так, куда мне поставить? Сюда поставлю. Так, сейчас, секундочку. Вот так вот сделаю, чтобы вам было лучше видно. Поэтому, конечно, ярко выраженных ароматов я здесь не заметила. По крайней мере, в этом геле. Ну, а так, конечно, пользоваться я буду с удовольствием, потому что все свои функции он выполняет. Так, взяла еще вот парочку себе крем-пре-макияж, голубой лотос, ягоды, ассай, масло макадамии. Вот этот кремушек 20+, шел в коробочке, что меня порадовало. Он был зафольгирован, все как надо, 50 мл, такая вот крышечка. Так, сейчас покажу вам его текстурку. Девочки, не знаю, вам, наверное, все отсвечивает. В общем, он очень нежный, наносится, он распределяется замечательно. И самый огромный его плюс, он очень быстро впитывается. Очень быстро. Аромат тоже приятный, свеженький. Из ягод ассай, да, здесь такой аромат присутствует. Нанести его до полного впитывания, подождать. Это буквально, наверное, в течение минуты он у меня впитался. Потом наносить уже поверх этого крема макияж. В общем, очень мне понравился этот кремушек. И кожа себя великолепно чувствует. И кожа также увлажненная. В общем, не знаю, у меня, наверное, никаких претензий к нему, в общем-то, нету. Абсолютно хороший кремушек, которым я буду пользоваться также с удовольствием. Кажется, что 50 мл как-то мало, но его надо совсем немножко. Я вот заметила, расход у него очень экономичный. И также к нему в дуэт взяла вот такой вот гель для умывания. Точно такой же серия Этноботаника. Он у меня зафольгирован. То есть тоже все как надо. Я пока его открывать не буду, потому что у меня сейчас пока хватает гелей. Я, наверное, его на следующий год приберегу. Я не знаю, или ближе к лету. В общем, пускай пока стоит. Так, дальше. Также дуэтом заказала по акции было два средства за меньшую стоимость, чем они есть. Первый это вот такой вот бальзам для губ серии Бьюти Кафе. Ароматная земляника. Мне понравилась упаковочка. Простенькая такая, интересненькая. Так, объем 10 мл. То есть совсем малюська. Вот она. Аромат очень, конечно, классный. Очень, не знаю, свеженький. Прям настоящая земляничка. Но, конечно, это более летний вариант. Что-то более теплый. Ну, я все равно буду им пользоваться. Потому что, в общем-то, он неплохой. Сейчас, если будет видно, вот он такой вот прозрачненький. И он достаточно густой. То есть стекать он никуда не будет. И вы знаете, на губах вот такое вот ощущение, что губы смазаны вазелином или парафином. Вот такое ощущение. Но мне нравится такой эффект на своих губах. Потому что знаешь наверняка, что в случае ветра какого-то, никакого обветривания, губкам не грозит. Мне нравится. Вот, но по акции за 50, конечно, рублей его купить можно. Но за полную стоимость, сколько он, 89, по-моему, стоит, я его брать не стану. Да, он справляется с сухостью губ. Предотвращает от обветривания. Но не более того. Больше у него никакого эффекта нет. Так, и вот взяла вот такую вот прелесть, в которую я просто влюбилась. Это крем-масло для тела. Никогда не пользовалась кремами-маслами. Крем-масло по отдельности, там всякие лосьончики, да. Но конкретно вот этим впервые. Действительно, правда, написано про него, что вкусно, но несъедобно. Итак, что мне понравилось? Мне понравился сам дизайн вот этой вот, как ее коробочка, как ее правильно назвать. Здесь 150 мл. Второе, здесь защитная мембранка такая вот из фольги. То есть это, конечно, очень радует. Знаю, что продукт неприкосновенный, что его никто не трогал. А также, вот, конечно, его консистенция. Он достаточно густой. Я бы сказала, он очень даже густой. То есть он не вываливается. И по консистенции, вот, я сразу хотела, захотелось мне схватить ложку, намазать на хлеб и попробовать. Действительно, вот, когда готовите крем на основе сливочного масла, например, сливочное масло и сгущенка, вот, прям, по консистенции, очень-очень похожи кремушек. Ой, какой же он классный. Он очень хорошо распределяется, он прекрасно впитывается. И, действительно, вот эта вот масляная структура, ну, опять же, это все дело впитывается. Очень потрясающий запах. Мне, знаете, напоминает землянику, вот, не знаю, кушали вы так или нет, землянику с молоком и с сахаром. Вот запах прям вообще один в один. Так, что я вам тут еще хотела сказать? Да, я заметила, что в составе здесь на втором месте масло карите. Оно же масло ши. Вот оно. Видите, на первом месте вода, на втором месте масло ши, на третьем месте уже глицерин. Ой, ой. В общем, хорошая штука, но я думаю, что она у меня быстро закончится, потому что пользуюсь я ей уже какой-то третий день. Три дня назад я заказала, сделала заказик. В общем, отличное средство. Так, решила заказать себе тени из серии Eye to Eye. Крокодиловая сумочка, оттенок. Я вот уже немного попользовалась. Сейчас вам покажу сводчики. Так, на пальчиках смотрится. Ой, девочки, я даже не знаю, как вам показать с этим освещением. Вот так вот, наверное, получше вам будет. Так, видно. Так. В общем, вот это вот такой коричневатый светло-коричневый цвет, а вот это, наверное, больше даже цвет хааки. В общем, ну, опять же, вам не видно из-за освещения. На пальчиках пигментация вообще передается отлично, но нанося на сами глаза теряет свой вот этот вот цвет, теряют эти тени, то есть становятся более блеклыми. Но в целом неплохие тенюшки по такой цене, они не осыпаются. Я их наносила без основы и, наверное, часов пять они у меня точно продержались, только потом они начали скатываться. И то совсем немножко. Классный вообще оттенок, я не пожалела, что я их заказала. Ну, конечно, тут нет ни зеркальца, ни спонжика, ничего. Ну, для меня это вообще не принципиально, потому что я на это совсем не ориентируюсь. В общем, вот такой вот тюбичек, очень компактненький и при этом он не хлюпенький, то есть так просто его не раздавишь. Так, вот номер. В общем, это крокодиловая сумочка, так что неплохие тенюшки. Я с удовольствием прикуплю из этой же серии себе и также другие оттенки. Так, взяла себе вот такой вот тоник Ультра Клин Грин для жирной и проблемной кожи. Тоник матирующий. У меня кожа не то, чтобы она проблемная, но комбинированная, скажем так. Поэтому что-то матирующее и что будет удалять жировые выделения, это мне, конечно, необходимо. Масло мануки салициловой кислотой. Хочу сказать, что масло мануки во много-много раз полезнее чайного дерева. Поэтому я когда увидела, что здесь масло мануки, я решила взять, несмотря на то, что оно стоит больше 100 рублей, я вот не помню, по-моему, 150, как-то так. В общем, я совершенно не пожалела, 200 миллилитров. Так, что могу про него сказать? Избавляет от черных точек, ну, я пока не знаю. Не понять, сокращает поры, да, устраняет прыщи. У меня как раз на подбородке появилась парочка. Да, она действительно устраняет. Вот третий день у меня уже этих прыщей нет. Хотя я их никак не обрабатывала, кроме вот этого тоника. И жирный блеск в течение всего дня один раз я протерла себе лицо вот этим тоником. И целый день никакого жирного блеска на лице у меня не появилось. В общем, я очень-очень довольна вот этим вот тоником. И он также матирует кожу. Это да. Единственный для меня минус, это один только. Это его аромат. Я не знаю, чем пахнет, но вот мне пахнет какой-то водкой, ароматизированный причем. Это такой отвратительный запах. Но если быстренько всю процедуру проделать и не нюхать его, то замечательное средство. Я думаю, что я им буду пользоваться. Так, и так, вот еще круг оттенков лака себе заказала. Они всего по 12 рублей. Я заказала парочку, потом вам сниму обзор на свои лаки. Так, и быстренько у меня тут уже время подходит к концу. И мужской набор остался за 255 рублей он шел. Так, вот такой вот дезодорант. Серию я вам говорить не буду, читать. Потому что, опять же, чтобы меня потом не упрекали в незнании французского языка, читайте сами, кто знает. Так, о 50 миллилитров. Он достаточно маленький. Аромат у него тоже прекрасный. Мне он очень понравился. Он не резкий совершенно. Он вот чем-то тоже на морской аромат похож. К нему идет шампунь-гель. Два в одном с кислородным комплексом. Он достаточно большой. 250 миллилитров. Аромат у него тоже неплохой. Но они различные, вот эти вот ароматы. Дезодорант и шампунь. Так, и третье средство, что вот в такой вот коробочке, это бальзам после бритья успокаивающий для чувствительной кожи. Сам тюбичек выглядит таким образом. Здесь 50 миллилитров. Так, и он, наверное, нет, он не запакован. Ну, аромат у него, по-моему, такой же, как у шампунь-геля. В общем, мужской аромат. Он приятный. Он не приторный, не резкий. Он свеженький довольно-таки, но с мужским подтекстом, конечно же. В общем, из этого набора муж пока ничего не пробовал. Поэтому не могу вам сказать, что и как. Вот и все. Вот мой второй заказ в компании Faberlic. Мне очень нравится эта косметика. Поэтому, конечно же, буду пользоваться с удовольствием еще и еще. И хочу сказать, хотела себе заказать CC-крем по акции за 200 рублей. Но посмотрела девочек, Кристиночка, в частности, показывала, что ей пришел наполовину заполненный крем. Поэтому я расстроилась и, в общем, не стала рисковать. А так в следующий раз, я думаю, что-нибудь такое закажу. Вот и все. Спасибо всем за внимание. Спасибо, кто меня смотрит большое. Всем всего хорошего и до новых встреч.